Всем привет! Снег у нас начал таять и начинается прекрасная погода. В тепличке уже у многих растений давно весна. Вот зацвел авокадик, кому надо, пишите. Манго некоторые продолжают свисти и цитрусовые разъезжаются по своим новым домам. Основные холода и морозы отступают. И я готовлю ваше растение на отправочку. Здесь вот такой шикарный, готовится на отгрузку апельсинчик фрагола. Многие цитрусовые уже зацветают, у них весна, другие только готовятся. Есть новые приростики у многих уже, поэтому обрезочка им была только на пользу. И вот такие два классных кумкватика тоже отправляются в путь в Москву, автобусом поедут в тепле. Ну и сейчас быстренько пробегусь по тепличке, покажу вам, что еще есть в наличии. И как выглядят все растения. Вы только посмотрите, микроцитрусы начинают гнать в свои бутончики. Чувствуют тепло и весну. Вот эти мелкие такие белые шарики, похожие на бусинки, это и есть бутончики. Микроцитрусов в наличии всего лишь два. Сорт Эльстонвилл, поэтому кому надо, пишите. Дальше у нас есть еще Тангор Афур, улоченный муркот. Вкус у него очень сладкий и многим нравится, потому что вкус действительно достойный. Вот смотрите, тоже есть уже бутончики. Такие мелкие-мелкие, но уже виднеются. А за ним стоят апельсины фрагола. Обрезочка пошла им на пользу. Посмотрите, какие начинаются у него приросты. И, естественно, бутончики. Так, сейчас подальше покажу. Видите, все в приростиках и начинаются бутоны. Но не все апельсины фраголы только начинают давать приросты. Некоторые из них, посмотрите, посмотрите, какой высоты дали приросты. Это тоже апельсин из последней поставки. То есть, если эти экземплярчики стоят, между прочим, прямо рядом все, но тем не менее. Только вот так начали этот. Молодец, красавец! Посмотрите, вообще сантиметров 20. Вот такие новые побеги. Просто класс! В общем, каждое растение просыпается по-своему, по-разному. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. Но, тем не менее, все просыпаются и чувствуют весну. В небольшом количестве лимоны феминелла карубару осталось совсем чуть-чуть. Классно! Можно сразу приобрести и попробовать плоды. Понять, какой это вкус. Но скажу сразу, это классные лимоны из группы феминелла. Эта группа очень урожайная. И всегда плодики такого красивого товарного вида. В общем, их много и они обалденные. Далее вот такой апельсинчик с кагсбонанзо. Как я уже говорила, это очень урожайный сорт. Сорт пупочный, вкусный, с отличными вкусовыми характеристиками. Для комнат всегда его рекомендую. Тоже бутончики уже и начинаются приростики. Осталось этого сорта, по-моему, всего лишь две штучки. Два саженца. Так, опять же, клементин марисоль. То же самое, плоды, приросты. Там на заднем плане еще тоже клементинчики марисоль. В общем, небольшое количество, но еще осталось. Красавцы! Апельсины Таро Камели. Это сорт пигментирован. Пигментация у него не ярко выражена, но он очень вкусный. То есть не нужно ждать, когда он полностью прям дозреет и наберет свою пигментацию. При средней пигментации он уже будет очень вкусный. В общем, как вы видите, все апельсинки Таро Камели с бутончиками и с приростиками. Остался один саженец лимончика Мейер. Он с завязями, с бутонами. Сейчас покажем, как выглядит. Апельсин Таро Камели. В общем, все растения просыпаются и дают новые приросты и бутоны. Апельсин Шунка Кам. То же самое, посмотрите. Весь, весь, просто весь просыпается. Новые приросты и, естественно, вместе с ним и бутоны. И вот здесь апельсинчики Шунка Кам. И далее Шунка Кам. То есть он еще вынашивает и плодики, вот там мы можем увидеть. И плюс уже начинает заново выгонять бутоны. Это говорит о том, что плоды пора снимать. Мускатный, кускуна нюцелярный и просто мускатный нюцелярный. Очень обалденные сорта, между прочим. Многие просто еще их не распробовали. На самом деле это очень урожайные сорта с отличными вкусовыми характеристиками. Дополнительное описание сортов вы можете прочитать на моем сайте. Солнечный цитрус. Клементины Амуа 8. Пигментированная мякоть с очень насыщенным окрасом. Также еще пара стручек есть в наличии. Микроцитрусы. Пока еще не активно просыпаются, но я думаю, что через недельку уже начнут. Остались Pink Eyes, Mia Rose и немного Rix Red. Из прошлых поставок хорошо уже отросли. Посмотрите, с какими приростами, с цветочками, с бутончиками. Это остаточки Клементина Аноси. Клементинчик Аноси. Буквально три штучки. Также еще из позапрошлых поставочек. По одному экземплярчику. Памела Чандлер. И еще несколько апельсин Мальтийский. И апельсин Сангвинеум Пернамбука. Тоже частично пигментированный сорт. С отличными вкусовыми характеристиками. Вот так они выглядят сейчас. Подальше отойду, чтобы вы посмотрели. Новые приростики, вот такие ярко-салатовые. И вот так все это здесь стоит, ждет. И за ними стоят также совсем по одной-две штучки. Лимончики с желтой варегатностью от питомника Оскар Тинтори. Также все с бутончиками, с цветочками. Скоро будет новый урожай. На заднем плане с небольшими дефектами у нас мандаринки. Тардива Дичакули. И вот так это все выглядит. Здесь у нас есть мандаринчик Клемендор. Тоже в единственном экземпляре. Клементинчик Камуны. Немножко осталось мандаринов Кинг. Очень крупноплодные мандарины. И апельсины четырехсезонные. Кватро Станжиони. Новый приростик еще мягкий, конечно. Листики еще не окрепли. Поэтому они такого ярко-салатового цвета. Буквально парочка мандарины Уншиу Миагава. Сорт Миагава. И совсем немножко мандарины Уншиу. Сорт Миагава. Вот с такими классными приростиками. И бутончики. Дальше, как всегда, есть в большом количестве апельсины. Тороково, рейгатные. Очень классные. Кто-то с плодами, кто-то с бутонами. Все так же приросты начинают крепнуть. И вот так красиво и пестренько сейчас все это выглядит. В общем, все ваши растения цветут. И чувствуют себя прекрасно. Вот посмотрите, как цветет апельсинчик кара-кара чей-то. Горшочек подписан, но сейчас смотреть не буду. Вот такие грозди. Уже видно маленькие завязи. Вот такая красота. В общем, показала вам небольшой фрагмент, как чувствуют себя цитрусовые. Что еще осталось в наличии на 25 февраля. Поливаю всю эту красоту. Вот так вот из шланга. Прямо сверху. Все я их мочу. Крону в том числе. Полив у меня не частый. Поэтому можно позволить цитрусовым такой душ. Чтобы их заодно и искупать. То есть и полив, и душ одновременно. И вот так потихонечку стою и поливаю. Времени, конечно, уходит на это очень много. Но зато всем комфортно. Все будут политы, попьют. И скажут спасибо. И вот посмотрите, теперь такой здесь туман. Видно там вдалеке прям туман. Это поднялась влажность после полива. И вот эта влажность очень хорошо здесь и останется до завтра. И потихоньку она будет рассеиваться. Поэтому влажность здесь в основном высокая только после полива. Ну а так, в принципе, влажность здесь обычно у меня средняя. И вот так, влажность здесь. Продолжение следует...